Здесь Россия, на мой взгляд, должна играть ведущую роль, потому что исторически Центральная Азия являлась частью Российской империи. Вполне естественно, присутствие, долговременное присутствие Российской Федерации, будь это политика или экономика, в этом регионе. Казахстан намерен конструктивно работать в рамках Евразийского экономического союза. Наше интеграционное объединение становится авторитетной экономической организацией. Дорогие казахстанцы, поднятие государственного флага в честь Дня столицы – это знаменательное событие для каждого из нас. Мы имеем в лице нам султана Абишевича Назарбаева, отца-основателя Республики Казахстан, человека, который достоин большого уважения, лидера нации. Никаких противоречий, иногда, знаете, пресса любит муссировать эту тему, каких-либо противоречий между нами нет. Я не скрываю, что мы консультируемся друг с другом. Это человек, который глубоко понимает необходимость единоличного управления государством, поэтому я порой сам обращаюсь к нему с некоторыми вопросами, как нам лучше поступить. 25 октября Токаев сделал праздником государственным. 25 октября – это был тот самый день, когда была озвучена декларация в составе СССР. Вы понимаете, куда нас тащит Токаев? Он нас тащит к Путину, он нам хочет опять нас вернуть в Советскую империю, и нам нужно сказать – нет Токаева. Мир менялся, меняется, люди хотят свободы, хотят перемен, мы тоже хотим перемен. Поэтому 25 октября, в 12 часов дня, я призываю вас выходить на митинги. Давайте действовать совместно. Алга Казахстан. Действительно должны быть вместе. Как говорил один незаввенный руководитель Советского Союза, который находился у власти 32 года. Сталин, 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 Сталин для вас, Сталин. Мы, азиаты, должны держаться вместе. Спасибо. Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный, обязательный. Я верю.